Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка. Сегодня у меня в интервью человек, которого, наверное, знают все или, наверное, многие. Это Марк Захарович Фейгин, общественный деятель, юрист, блогер. Итак, Марк Захарович, первый, наверное, вопрос, который, может быть, вы уже отвечали на него, но все же мне очень интересна ваша аналитика по этому поводу. Это вопрос с Казахстаном, с президентом Такаевым, с его заявлением Путину о том, что они не признают ни ЛНР, ни ДНР отказ Такаева, как говорят, взять орден награждения во время награждения. И вопрос такой, это реальная позиция Казахстана или это все-таки какая-то подковерная игра, в которой Казахстан пытается и нашим, и вашим, и там, и сям? В этом, конечно, много чего можно увидеть. Во-первых, безусловно, роль России как единственного гегемона на этой части евразийского пространства, бывшего СР, она, безусловно, начинает разрыхляться, она расщепляется. Потому что сегодняшний Казахстан больше ориентирован на Пекин, не собирается отказываться в угоду Москве от отношений с Западом, а там очень крепкие отношения с Западом, и с Соединенными Штатами, и с Британией, очень сильные отношения с Голландией. Нефтяной бизнес, кстати, очень сильно, сектор нефтяного бизнеса, нефтегазового в Казахстане. Главными там игроками являются именно что Китай, Нидерланды, Голландия, и Британия, и ряд других поубывающих. Россия не играет решающей роли даже в нефтегазовом секторе Казахстана, что тоже совершенно не случайно. Поэтому есть геополитические приоритеты, плюс неподдержка войны, вот столь откровенная, в Украине, она ведь объясняется еще и тем, что у Казахстана есть проблемы с северных территорий, которые, точнее, проблемы считает Москва. То и дело, раздаются голоса о том, что нужно пересмотреть эти границы. Казахстан болезненно отреагирует. Мне кажется, что вот он попытался сам Такаев поставить точку, публичную точку. Не то, что они там где-то о чем-то говорят, они там безусловно об этом говорят. Но публично, и причем не просто где-то отдельно публично, а прямо вместе с Путиным, находясь на одной сцене, на одном мероприятии, он попытался это обозначить. И ровно доказательством того, что это не была какая-то сделка с самим Путиным и договоренность сыграть в какую-то шахматную партию публичную, является последствием этого. Потому что уже сейчас мы видим, что в отношении Казахстана Москва начала предпринимать разного рода рестрикционные меры. Пока экономического характера Казахстан отвечает, вот эти вагоны с углем и так далее. Казахстан играет большую важную роль и логистическую, и всякую другую. И, видимо, проблема только будет усугубляться. Ведь она началась раньше, еще месяц чем-то назад заседание ОДКБ было. Уже в период войны в Украине, где, собственно, Казахстан тоже достаточно индифферентно держался относительно призывов. Лукашенко с ними выступил о единстве, о единых действиях и так далее. Казахстан как бы от этого отстранился. Я думаю, процессы какие-то внутренние также идут в самом Казахстане. Потому что он в уязвимом положении. Он борется с кланом Назарбаева, и он победил в начале января, когда события имели место в первую неделю января. Более того, он публично обратился за поддержкой к ОДКБ. Другое дело, что она реальной роли не сыграла. Там совсем другие силы сработали. Но так или иначе его упрекают национальным предательством. Потому что действительно позвать для сохранения собственной власти иностранные силы. ОДКБ действительно приняло участие. Прилетели, естественно, российские войска. Частично белорусские, от Армении кто-то был. Это сильно повлияло на отношение к Такаеву худшую сторону внутри Казахстана. Учитывая, что там авторитарный режим. И он передался по наследству от Назарбаева. Тем не менее, ему сейчас публично надо показать, что он независим от Москвы. Что Москва не является его хозяином. Что никакого патерналистского статуса у Москвы по отношению к Казахстану, к Астане нет. И он этим воспользовался форумом для того, чтобы это показать. Но и потом, он же тоже не дурак. Он понимает. Человек-то он вполне искушенный. В ООН работал. Послом работал. Он дипломат. Что Москва сейчас падающий колосс. Падающий. Ладно бы, если бы Москва действительно захватила Киев за 72 часа. Можно было бы там играть как-то. А сейчас-то что? Почему присоединяется к поражению? Никто не хочет. Ну, как минимум, занимать выжидательную позицию. Это разумно. Путин поддержал ведь Такаевский клан против Назарбаева. И он считал, что Такаев будет ему обязан найти. А схема-то, игра изменилась, уравнение-то иначе теперь решается. Потому что одно дело, ты был Путин, который не имел всех тех проблем, которые ты получил после 24 февраля. И с тобой, может быть, не случись война. Может, по-другому бы и разговор. Может быть, никто бы и не решился, в частности, Такаев с таким заявлением выступить. Но все изменилось. Последствия вот этого выступления Такаева, они больше для Казахстана будут неприятными или для России? Нет, смотрите, со стороны Москвы может быть предпринята попытка вопрос решить. Как решить? Ну, в общем, переиграть. Переиграть. Да, вот нам не нравится Такаев или его власть. Давайте ее как-то попытаемся усмирить, попытаемся повысить контроль за ней. Одна важная проблема. Одна важная проблема – Пекин. Пекин устраивает Такаев. С Такаевом работает официально Пекин. Москва теперь ничего не может сделать без оглядки на Пекин. То есть, никаких экстренных действий предпринять, попытаться поддержать сейчас Назарбаевский клан. Он тающий. Их же отовсюду выгнали. Масимов, важная фигура, кстати сказать, сидит. Вообще, и там не один он сидит. У них отнимают активы, их выгоняют из страны. Они сейчас все в основном находятся вне пределов Казахстана. Это Назарбаевский клан. Несмотря на то, что он очень богат. Там миллиарды и миллиарды долларов. Какая-то часть отнята, но значительная большая часть все равно остается за Назарбаевским кланом. Для того, чтобы попытаться как-то переиграть все, попытаться поддержать именно сторонников Назарбаева, это обширный клан, он все равно продолжает влиять на процессы внутри Казахстана. Нужна такого масштаба игра, которая не может оставить равнодушный Пекин. И Пекин не может себе позволить на это не среагировать. Поэтому вряд ли у Путина есть возможность самостоятельно сейчас какую-то повести игру на отстранение такой власти или умоление его власти. Придется это с Пекином, в первую очередь. На Запад можно наплевать, а как ты на Пекин наплевешь? Пекин практически единственный, пусть и нейтральный, но союзник Москвы. И если еще и там посольство, то с двух сторон клещами сожмут вообще до изюминок. Поэтому, безусловно, Пекин претендует на то, чтобы в Центральной Азии играть решающую роль. Кыргызстан, Казахстан, ну, в общем, отчасти Узбекистан. Меньшей, конечно, степени Узбекистан сильно ориентирован на Запад, кстати. Вот, все больше отдаляется. Узбекистан не участвует в УДКБ, кстати. Пекин, ну, как и Запад, заинтересован в развале УДКБ. Я думаю, к этому все идет. УДКБ, в общем, практически все. Ну, просто пока оно существует формально. Но, де-факто, он сведется к трем странам. Белоруссия, Россия, Армения. Все остальные отпадут, безусловно, потому что никто не хочет стать очередной жертвой после Украины. И, в общем, получается так, что практически все заинтересованы в падении Москвы. То есть, в том, чтобы она проиграла эту войну. До конца, не до конца уже можно там рассуждать. Именно в Украине. Западу. Не только Украине она ее проиграет. Украине непосредственно. Но, в целом, цивилизованный мир, который выступил против Москвы в связи с ее агрессией. А вот вы обмолвились о Литве и о терактах. А можно подробнее, пожалуйста? Нет. Ну, во-первых, что касается Литвы, это главная мишень для Москвы всегда была. Помимо Украины, помимо Грузии и Молдовы. Следующая даже не Польша. Польша слишком мощная. А Литва, они считают, что это рассадник антироссий. Такой же, как Украина, даже хлещ в чем-то. Потому что в Литве, в силу ее малых размеров, тяжелее работать. А там мы время от времени выявляли и в политическом классе, и просто шпионов. Это происходило на протяжении всех 30 лет. Просто мало кто за этим следил. Но, понимаете как, можно припираться по поводу вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Но, прямо скажем, это интересы России напрямую не задевают. Но вступили они, вступили. Да, это там можно риторически говорить. Вот границы НАТО приближаются к границам России. Вот там учения будут. А вдруг еще разместят какие-то системы ракетные. Ну, можно рассуждать. А здесь-то в прямую касается, потому что Калининград это анклав. Это как бы отделено, ну, такое, если хотите, лесота, бандустан, который находится в Восточной Пруссии. Не имеет общей границы с Россией. И живет как бы, как повисший в воздухе анклав, который, в общем, является по существу, ну, проблемной, рискованной геополитической зоной. Потому что очень логично, что он может вообще, говорят, России-то и отпасть. Вот я только хотел сказать, может быть, Литва его к себе и... Нет, Литва вряд ли. Польша? Ну, мы не будем так рассуждать. Могут начаться какие-то внутренние процессы. Говорят, что развал должен пойти по всей России. Если он начнется, там, возможно, любые. От сепаратистских процессов вплоть до возвращения Германии. Все, что угодно. Вот по поводу развала всей России. Путин же там на этом же форуме в Санкт-Петербурге, да, если я не ошибаюсь, заявлял о том, что вот наследник Петра и там пятое-десятое... Он и до этого заявлял. Он повторял эти тезисы об исторической России, но он и до этого на встрече с молодыми предпринимателями тоже об этом говорил. Имперские аппетиты уменьшились или никуда не делись совершенно? Или никуда не делись совершенно, возможности скукожились. Потому что если бы они захватили действительно Украину за 72 часа, тогда они бы возросли эти аппетиты. А что, как ты сейчас начнешь войну еще на три фронта? Проблема для Москвы заключается в том, что она пытается держать марку геополитического монстра такого, да, обладающего невероятными ресурсами, которые позволяют воевать чуть ли не со всем миром. А на самом деле этого нет. В этом и есть блеф, в этом обман. Пшик. Ну, потому что если вы не в состоянии воевать с Украиной и захватить ее, даже значимая территория, вы их захватили, но никто не знает, удержат ли они их. Вот Херсон, они удержат или нет? Надеюсь, что нет в ближайшее время. Мы рассуждаем не вот сейчас абстрактно, мы сейчас не даже говорим. 15 километров у тебя войска стоят от города, понимаешь, враждебные тебе войска. Как ты будешь, что ты будешь? Ты с Литвой начнешь войну или с кем? Или с Северным Казахстаном? Что делать? Ну, ни один стратег не скажет, нет, ни в коем случае нельзя, потому что два фронта – это смерть, три фронта – это конец на утро. Невозможно этого сделать, потому что нет столько войск, нет вооружений, нет ничего. Да, остается вопрос шантажа посредством ядерного оружия. Оно есть. Оно тактическое, потому что оно наносит такой локальный удар, там, я не знаю, 5-килотонная бомба, если ее сбросить, да. Но что в итоге-то? Ты ее сбрасываешь, и что ты, и что? Какой будет ответ? Ну, Россия просто не станет. Ее закидает бомбами. Тем более, что если речь пойдет не об Украине, а о какой-то стране, которая является членом НАТО. Ну, и что будет? Ну, что будет? Ну, что они там, дураки, не понимают, прекрасно не понимают. Поэтому шантаж. Их для них главный шантаж. Будем шантажировать, и они отступят. Вот Литва начнет, скажет, ну, давайте какие-то грузы, вот надо с Евросоюзом, не надо войны и так далее. Вот на что это рассчитано. Грозит все время, что, ах, вы вот так, а мы можем вообще и тактической бомбой ударить. По вашему мнению, Литва даст заднюю? Литва самостоятельно ничего не даст. Только под давлением Евросоюза. Это может сделать и НАТО. Смотрите, это на нас же давят, на Украину давят, там наши трио любимые. На Литву могут давить так же, да? Могут давить так же, но только Литва-то член всех этих союзов. Она выполняет решение ЕС, заблокировав провозку грузов на территорию Калининградской области. Это же не ее решение, это решение ЕС. Да, она его поддерживает горячо. Да, она сторонник этого решения. Но все равно это коллективное решение. Это не решение самой Литвы, отдельно взятой. Скажите, а вот эта вот ситуация с Литвой, нет особого продвижения в Украине, заявление Казахстана. Вот что сейчас происходит в России? Не ведет ли Россия войну, по сути, за выход из этой войны, чтобы, извините, употреблю слова, лексикон Лаврова, чтобы по полной вообще не обосраться? Вот уж извините. А понимаете, тогда они делают все наоборот. Они хотят ведь как? И войну не проиграть, сохранить лицо и остановить ее. Но так, чтобы получить что-то. С их условиями не согласна, например, сама Украина. То есть, для чего ломали трое челноков, которые приехали, Макрон, Шольц и Драги. Как раз ровно из этого исходя. Давайте статус-кво, давайте вот сейчас остановимся. Ну, нормально же, и вы что-то имеете и так далее. Это невозможно ни для общественного мнения Украины. Ну, а как оно примет? Извините, а за что жертвы были? За что все? Захватили бы всю Украину, тогда бы и нечего разговора было вести. Вот они сидят, оботкнули флаг на банку и что? Как они в Херсоне везде втыкают, где они попадут? Уже нечего было бы обсуждать. Сейчас-то есть что обсуждать. Но погодите, а с чего это мы должны уступать, если мы не считаем себя проигравшими? Как минимум. Во-вторых, такое количество жертв. Такое разрушение. 45% экономики падение. Это же не потому, что Украина какая-то не такая, а потому, что, извините, если ее бомбить и уничтожать с воздуха и ракетами, так что останется-то? Почему же эти потери, значит, должны быть отнесены как компромисс? А давайте вот замиримся, каждый по своим углам разойдемся? Да нет. Не решен ни один вопрос. Хорошо, тогда объясните мне, а что тогда делает Россия, если она не пытается выйти из войны? Что она делает? Это какая-то агония или это... Не-не-не. Они все равно, несмотря даже на загнанность, они хотят капитуляции от Украины, а не договоренности. В этом проблема. То есть договориться-то можно. Ведь Зеленский же не отказывается от встречи на высшем уровне с Путиным, которую предлагал Эрдоган. Он же ни разу не отказывается. Ну, никто никогда не отказывается. Давайте разберемся в Стамбуле, где там, в Анкаре. Встретимся, и мы будем это обсуждать. Что отвечала Москва? Нет, говорит, мы встречаться не будем, потому что сначала надо все решить внизу. А те только приедут и подпишут. Нет. Подпишут. Что решили внизу? Внизу сказали, что российский статус Крыма признать. Значит, по факту после 24-го все занятые территории отпустить. Ну, там понятно, что это российскими сделать территории. Не важно, какой язык для этого используется. Лексика здесь роли не играет. Далее. Стать нейтральной страной. То есть не вступать в НАТО. Демилитаризоваться. То есть вывести от вооружения, еще что-то. Как вот это все может принять Украина? Как? Вот как? О какой демилитаризации может идти речь? Украина должна стать военной страной. Вечно военной. Военная демократия, где все вооружены с утра до ночи под ружьем 200 тысяч. Это единственный способ сохранить свой независимый суверенитет. Это неприемлемые условия в принципе. Не говоря уже о том, что мог бы быть компромисс. Вы давайте выведите все, что произошло после 24 февраля. И дальше можно садиться за стол переговоров. Но выведите свое сказание. Москва-то это же не готова делать. Поэтому... Тогда объясните мне, что происходит? Что делает Москва? Почему так? Она блефует. Она блефует. Она блефует. Она пытается выиграть ситуацию в свою пользу, выкружить путем изображения, что... Как он сказал? Операция продлится столько, сколько надо. Сто лет, да? Он же как вам? Петра говорил. Северная война. 20 лет. Ну, так мы будем воевать бесконечно. Он пытается запугать, что нет, у нас ресурсы, мы сможем воевать, на нас ничего не влияет, экономическая ситуация, мы типа санкции выдержали, это вот прям то да сё. Это блеф. Это неправда. Если продолжать в том же направлении, как действовал Запад, расширяя санкции, не останавливаясь, увеличивая, 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 действуя всеми теми мерами, которые за 4 месяца продемонстрировали, на мой взгляд, высокую эффективность. Чрезвычайно высокую эффективность. Другое дело, что все ждут немедленного результата, что всё схлопнется вот так в один день. Это невозможно. Потому что это 140-миллионная страна, 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров с такими ресурсами, которые позволяют существовать долго. Но если вы сами их финансируете, покупая у них нефть и газ, давая от миллиарда до полутора в день Европу, я говорю, что помимо Европы ещё много чего есть? Ну, так погодите, вы сами финансируете войну. Вы из денег европейских налогоплательщиков финансируете войну. Вы не готовы сглотить больше, диверсифицируя этих поставок? Ну, так вы будете финансировать войну в самой Европе, давая этот ресурс Путину. То есть нужно действовать ещё более агрессивно, ещё более быстро. И тогда, конечно, эти проблемы, которые у Европы возникают, они будут временными. А если они будут полумерами, тогда они будут постоянными. Путин ещё не боится, что кто-нибудь за спиной, тихонько, какую-нибудь иголочку с каким-нибудь ядом и т.д. Или не боится? Ну, он точно боится. Мы же видим, что он сидит за 10-метровыми столами, кое с чемоданом, в который срёт и, так сказать, не подпускает к себе непосредственно никого. Ну, о чём он свидетельствует? Конечно, он этого боится. Но конечно же он этого не боится. Другой вопрос. Есть ли такие люди готовы совершить подобные вещи? Но пока мы их не видим, мы, может быть, что-то не понимаем, может быть, происходят какие-то процессы, невидимые глазу. Но пока мы их не видим, потому что чётко сказать о том, что да, вот есть недовольные, а они же есть. Там олигархи, они что, сильно довольны от этого всего? Вот они бегают? Думаю, нет. Но способны ли они вот на то, что вы сказали? Есть ли у них эти возможности? Скорее нет, чем да. Но недовольных очень много. Может, они ждут, пока он сам как бы склеит ласты? Нет, этого ждёт полпланеты, а то и две трети, понимаете? Это очень удобно, сидеть и ждать, понимаете? А когда это будет? Война-то сейчас, люди гибнут сейчас, а здесь, ну давайте подождём, он помрёт, а мы вот не будем брать на себя никакую ответственность. По-моему, вот это уже проехали станцию, потому что Запад, мне кажется, то, что он так слепо начал, не разбираясь, махать санкционной этой киянкой, оно как раз и вызвано тем, что мы слишком долго ждали, что вы что-то предпримите и не допустите самого главного. Запад что бы, термоядерной войны, Третьей мировой или как её там называют, когда пострадает он непосредственно. Украина, как бы они ни относились к Украине и как бы ни переживали за её население, но всё-таки гибнут украинцы. Не гибнут там французы, американцы, британцы, они пока не гибнут. Запад хочет отвести угрозу потенциальную даже со стороны Москвы, чтобы не погибли собственные граждане, сами они не погибли. А, так сказать, что касается Запада, он продолжит санкционное давление, понуждая, призывая, что даже если Путин умрёт, вы должны ускорить этот процесс, вы должны этому способствовать. Именно так я оцениваю публикации в западной прессе относительно болезни Путина. А он болен? Мы с вами же не можем с вами лично проверить, прийти и сказать, Путин, ты болен или нет? Давай мы тебя сейчас, врачи тебя разрежут и посмотрим, что внутри. Ну, конечно, но мы исходим из того, что публикует осведомлённый источник. Потому что Ньюсвик или Таймс, они ссылались на спецслужбы, понимаете? Зачем им так врать? Значит, в спецслужбе какая-то информация есть. Но вот степени фатальности состояния Путина судить невозможно, потому что об этом можно судить только непосредственно. То есть или ангина, или последняя степень рака непонятна, да? Мы не можем об этом судить. Возможно, это рак и есть, но мы не знаем, терминально ли это статья. Я бы не стал брать на себя ответственность и говорить, вот точно там терминальная степень. И рак, возможно, всё, возможно, им 70 лет в этом году, через пару месяцев. Мы 7 октября исполните 70. Но говорить о том, что это точно смертельная вещь, но с другой стороны, если западная пресса артикулирует этот вопрос, значит, она тем самым подкидывает, даёт этому окружению, да вы его убейте, уберите. И мы скажем, что он же болел. Почему вы возмущаетесь, что он умер? Во-первых, все люди смертные. Но он болел. Он взял и умер. Смотрите, какой вам даёт карбланш. И вы с вами можете сказать, ну что делать? Ну, помер Владимир Владимирович. Я думаю, что здесь элемент провокации. Промежуточные победы Украины и поражения России на данном этапе. Можете назвать главные? Ну, главная победа Украины, то, что она не была захвачена за эти четыре месяца. То есть, целиком Киев, там, не убит президент Зеленский. Ну, а что же, это результат. Кто скажет, что это не результат, что это никакого не имело значения. Так это решающее имело значение. Если бы в Киев вошли танки через 72 часа или даже через неделю, ну, другой бы разговор был. Сейчас бы, так сказать, тризну справляли, понимаете. А что касается главного поражения Москвы, вы знаете, даже не то, что она не сумела захватить, а то, что долго существовал миф про вторую сильнейшую армию в мире. И раз его и нету больше мифа. А если говорить о каком-то поражении России вот за последний период, вот какой-то взять... А? Ну, это все уместно, понимаете. Нельзя Северодонецк брать уже 60 дней, да, например. Ну, это же тоже убедительно. Но это все вытекает из того же, понимаете. Если у тебя нету второй мощнейшей армии в мире и там непобедимой легендарной, тогда неудивительно, что ты 60 дней берешь малюсенький Северодонецк 300-тысячный, когда-то бывший 300-тысячным, второй город в Луганской области. Ну, а что же ты? Армии-то нету получается. Нет у тебя ни техники современной, ничего. Ты можешь только мясом закидывать. Вот этот миф разрушился. Это главное поражение. Потому что все остальное лишь производное от этого. Армии-то нет. Никому угрожать ты ничем не можешь. Угрожать ты можешь ядерным оружием, которое есть. И термоядерное, и мегатонные бомбы, и, так сказать, более маломощное тактическое ядерное оружие, они есть, конечно. Но что их значит применение? Их применение – это самоубийство. А конвенциональное оружие, вот такое, какое оно есть, на земле, на воде и в воздухе, Россия полностью, подчеркиваю, полностью проиграла соперничество, военное соперничество, военную гонку с НАТО, с Западом, с Америкой и так далее. Вооружение – гов... Вот и все. Это надо просто честно говорить. То, что их много, то, что они... Все равно вооружение постсоветского периода, взятыми технологиями из советского периода, да, они могут воевать, конечно. Но только с саблями и шашками можно воевать, значит, и конями. Если у вас миллион всадников и конников, наверное, можно убить 99%, а 1% ворвется куда-нибудь. В Киев, например. Но, повторяю, современная война, война 21 века, этого не предполагает. Машина сильнее мяса, понимаете? Железо сильнее мяса. Что бы мы там ни говорили. Чем больше техники... Понимаете, через лет 20-30 будут роботы воевать. Не будет людей на поле боя, вообще не будет их. Будут воевать машины одни. И выигрывать будет тот, у кого есть. А. Технология. Б. Индустрия эти технологии сделает массовыми. Россия не готова к новым войнам. У нее просто ничего нет. Там война технологиями 20 века середины. И технологиями, скажем так, военно-организационными, которые тоже оттуда же. Вот, давай, наступай. Нет ничего. И вот этот миф окончательно разрушен. Судя из этого, можно сказать, что Зеленский на данном этапе хотя бы или вообще политически переиграл Путина? Но это, можно будет сказать, по концу. То есть, на этом этапе, вот если вы спросите прямо сегодня, то, конечно, да. Он его переграл, он получил массу союзников, которые поставляют вооружение, которые оплачивают долги, поддерживают экономику, приняли беженцев. Он не покинул Киев, доказав, что у него яйца есть, а у Путина нет. Он ездит на передовой, а Путин не ездит. Ну, кто здесь на этих визах? Этому 70 лет он весь в ботоксе, а этот моложе его там на почти 24 века. Ну, то есть, он выиграл политически, потому что он остался. И ни на какие угрозы, ни на какие попытки его уничтожить, ничего не получилось. Вот если бы его в клетку заперли, привезли и катали по Красной площади, можно было бы о чем-то говорить, но он-то выиграл уже как минимум тем, что сохранил себя и страну, сохранил власть, сохранил вооружение, сохранил армию и так далее. Поэтому политически на данный момент он бы выиграл. Другой вопрос, что цена очень высокая, потому что гибнут люди, десятки тысяч и военнослужащие, гражданское население. Несмотря на потери даже России, они, может быть, и больше чисто в военном отношении, если сравнивать потери военной, я имею в виду армии, ВСУ и Минобороны РФ. Но подчеркиваю, что Путин не выиграл ничего, потому что он должен показать, что он выиграл. Он заходил в Херсон, да, он заходил в Мелитополь, он заходил в Мариуполь, он взял каких-то пленных в Азов Стали. Именно это предъявляется, больше же ничего не предъявляется. Еще они радуются иногда, говорят, пропагандисты, мы разрушили всю экономику, всю инфраструктуру. Ха-ха-ха, в современном мире охренительное это, блядь, достоинство взять и разрушить целую страну. Но за это придется отвечать. Их детям, их внукам, они просто придурки не понимают. Надо просто хорошо изучать историю, понимать, как развиваются большие процессы в историческом масштабе. Во всем остальном, я бы сказал, что Путин не добился того, чего хотел. Никакого Блицкрига нет ничего из того, что провозглашалось. Потому что сейчас уже начали отыгрывать, да нет, ну а что, будет война на истощение. Ну погодите, я же слушал, что он говорил 24 февраля, когда только началась операция. Я слушал, что он через два дня сказал, давайте вы на случай расходите по домам. Вами управлять наркоманы и нацисты. Я же слышал это, он по телевизору это говорил. Ну что, кто-нибудь разошелся, что ли? Куда-то кто-то ушел? Нет. Ну значит, ты проиграл, вот и все. Значит, нам остается ждать двух моментов. Первый, победы в СУ. И, возможно, эту победу ускорят какие-то смелые люди в России, у которых есть какая-то иголочка с каким-то ядом, и которые могут уколоть нечаянно господина Путина, который после этого просто захлебнется своими имперскими рвотами. Мы даже не знаем, как практически, но, в принципе, да, вот эти два, скажем, важных элемента окончания, которые успешны были бы для Украины и всего мира, вот две этих вещи, они могли бы сыграть свою роль. Да, военные победы взяли и захватили Херсон, или разрушили Монск. Все понимают, что символически еще и Украина одержала победу тем, что вы пришли уничтожить Украину, а сами лишаетесь всего, что у вас есть. Начиная от военных потерь, заканчивая деоккупацией городов, за которые положено тысячи жизней. Ну вот, это, конечно, да. Либо элита в какой-то момент действительно решит, что, ну, уже много всего, уже хватит. Проще всего, если проблема в одном единственном человеке, то лучше убрать проблему в одном единственном человеке и исчезла, чтобы она, нежели проблему возложить на всех остальных. Слушайте, вот извините, прямо вот последний вопрос созрел. А сама армия, она вообще как, довольна вот этими действиями Путина, когда просто посылают людей умирать под Севером Донецком, который как бы по сути особо в военном положении, это признают все, не особо и не нужен? Может быть, как-то армия... А кто хочет умирать? Кто хочет умирать? Армия что хочет умирать? Генералы, вот эти 12-15 человек, погибших вообще, генералитет российский, они что хотят? Армия не может Путина? Мы не знаем, мы не понимаем, что там происходит. Мы не понимаем, что происходит в Генштабе, мы не понимаем, что происходит в окружении. Я вижу, что генералитет состоит из трусов, которые могли бы это все сделать, но не делают. Значит, какое дело будут? Они боятся. Но, с другой стороны, нравится это не может никому. Нравится это что? Победа. У нее много отцов, а у проженицей всегда сирота. Значит, на армию в любом случае она крайняя. Это всегда было. И в Чечне, кстати, то же самое было. Я когда во время войны в Чечне был депутатом, там тоже армию так же костерили. Она была бы виновата во всем. Как она себя поведет? И если там в элите военные лица, которые скажут, давайте мы это все прекратим. Я в этом сейчас уже отношусь со скепсом, если раньше я еще пытал какие-то иллюзии. Но исключать этого до ноля я не могу. Все возможно. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Спасибо большое за то, что поставили нам политические и экономические точки над и военные. Также надеемся, что Литва выдержит то, что готовит ей Кремль. И все-таки ждем. Ждем человека с иголкой. Ну, чтобы просто меньше умерло ребят. Причем как и украинских, так вот, простите меня, и, наверное, российских. Потому что там тоже есть люди. Там тоже есть люди, которых просто обманули. И ждем победы. Спасибо вам большое, Марк Захарович. Спасибо вам. Всего доброго.